Методика тренировок Методика тренировок Ничего особенного вы не получаете, кроме каких-то фантазий на тему. Когда мы говорим о более серьезных и общих вещах, то методика преподавания какого-то стиля, какого-то боевого направления, методика отработки тех же самых связок, например, это уже отдельные такие темы, о которых вы тоже можете высказать. И большинство российских клубов, мне кажется, до сих пор поддерживает такой советский порядок тренировок, совершенно советский порядок, когда все четко совершенно понятно. Вот ты приходишь в этот клуб и там все абсолютно так же, как было на тренировках каких-нибудь самбо, какого-нибудь вольной борьбы и так далее. Все абсолютно так же. Дело в том, что действительно в нашей стране, когда появился штакан первый, то тренировки люди... методики же не было никакой. Никто за границу не ездил и так далее. Я уже говорил, что мальчики-мажоры только выезжали за границу и немногие из них буквально занимались какими-то боевыми искусствами. Чаще всего это все ограничивалось тем, что они выписывали себе по каким-то каталогам какие-нибудь волшебные учебники, преимущественно на английском или там японском, например, языках, да, или на китайском, если в Китае, например, человек был. Ну, они каким-то образом покупали такие учебники и по ним сами пытались заниматься, и именно поэтому качество вот этого вот первоначального впрыска боевых искусств в России было довольно сомнительным. И методики тренировок, конечно, брались из уже совершенно известных методик, как я уже сказал, всякой там классической вольной борьбы, бокса, я не знаю, еще чего-то, ну, самбо там какого-то и так далее. Я это почему знаю хорошо, потому что сам в далеком детстве я, собственно, занимался в некоторых таких секциях пионерских разных, ну, типа, как раз вот я был на воле-борьбе, я был на самбо, я походил немного на дзюдо, но все это было совершенно не для меня, не потому что я совершенно бесталантный парень, а потому что, знаете, у меня был приятель, очень хороший человек, Артем. Он очень долгое время, там, не знаю, чуть ли не с первого класса тогда или с какого-то там, не знаю, с какого-то детства занимался самбо. И занимался он так, что он просто творил совершеннейшие чудеса с людьми в своей весовой категории. С ним заниматься было, конечно, с одной стороны, чрезвычайно интересно, потому что никогда не знаешь, каким образом он с тобой сейчас поступит. С другой стороны, неинтересно, потому что он побеждал всегда. Ну, в общем, замечательный, талантливый самбист. И, знаете, как-то мы с ним разговаривались, и я ему говорю, Артем, говорю, а вот, слушай, вот говорят самбисты, вот ты, наверное, сам даже считаешь, что самбо это самая клевая, такая крутая вещь, круче там боксов всяких и всякого такого. Он говорит, ну да, да, типа, так здорово, все. Я говорю, ну вот сколько человек ты можешь победить? Он говорит, ну, последовательно человек пять, одновременно ни одного. И вот это было для меня откровением от человека, который действительно занимается самбо. Итак, возвращаясь все-таки к методикам тренировок, ага, вот у нас Иван Иванов, например, уже пишет. Меня в российских клубах больше смущает страсть к экипировке, в частности, к боксерским перчаткам. Да, это, правда, не имеет непосредственного отношения к методике тренировок, хотя действительно накладывает определенный отпечаток на все тренировки. И понятно, что в экипировке вы получаете спорт, собственно. Вот у нас, кстати, на канале присутствует человек такой профессиональный игрушек, как он сам себе написал. И вот наверняка он меня поддержит. Я надеюсь, по крайней мере, что он меня поддержит. Вот есть очень большая разница между занятиями тяжелой атлетикой и профессиональной работой грузчика. Реально есть разница. И вот представьте себе ситуацию, когда вы хотите подготовиться к работе грузчика. Я понимаю, что абсурдная ситуация, тем не менее. И идете для этого на тяжелую атлетику. Вы понимаете, да, что вы получаете совершенно не то. Вот просто не то. То же самое происходит вот со спортом. Понятно, что перчатки, экипировка, ну, делает из вас спортсмена. Чаще всего не очень хорошего, потому что, ну, как бы, сама обстановка, вот эта вот спортивная, олимпийская, она направлена на то, чтобы из миллиона человек выделить сотню более-менее перспективных людей, а из этой сотни выделить буквально десяток, да, которые более или менее, на которых можно делать какую-то ставку хотя бы. И только один из них или там двое из них чего-то достигают в спорте, да. Поэтому большинство людей, идущих в спорт, ну, это как бы, знаете, ну, они остаются не у делу. Это все равно, что кататься на велосипеде и считать себя спортсменом, да. То есть не велоспорт вам светит, а просто покататься по аллеям. Вот примерно это самое получается, когда мы говорим об экипировке какой-то там и о прочих подобных вещах. И сейчас я вернусь к теме, о которой, а, нет, вот у нас еще вопрос. Часто в методику тренировок в различных клубах включают разминку. Вот минут 20 бегаешь, прыгаешь, приседаешь, трата времени сплошная. Да, это как раз то, о чем я сказал, о том, что такая методика была взята из совершенно спортивных направлений разных. Причем, что интересно, ну, например, если мы возьмем японские восточные единоборства, вот эти спортивные, да, то, вообще-то говоря, они тоже эту методику взяли из европейского спорта. И именно в Европу, именно на континент они продвигали, собственно, это все как раз благодаря все той же методике. Мало того, вот эта вот ситуация, да, все помнят, как, например, в Шпакане, а теперь уже во всех направлениях каратэ, акинау-те, как ведутся тренировки, да, даже вот Шаоли, вот этот вот, который мы сейчас знаем от Академии Лушу китайской, мы видим, как люди строятся такими рядами ровненькими, да, какими-то, и выполняют одно и то же. Понятно, что это показуха, просто показательные какие-то там дела, но сама эта методика тоже была взята из Европы. Первоначально на Дальнем Востоке не было такого подхода, вот такого усредненного спортивного подхода. Был всегда индивидуальный подход, поэтому количество учеников, как правило, было довольно маленьким. Я имею в виду у гражданского населения, у гражданских боевых искусств. Когда мы говорим о боевых искусствах военных, воинских буквально, да, где основной упор делался, конечно, на оружие в первую очередь, но, тем не менее, на рукопашку какую-то тоже делался упор. Там ситуация была, ну, разная довольно, чаще всего, знаете, как монгольская армия. Значит, были тысячные, были соцкие, были люди, которые управляли десятком людей и так далее. И поэтому тренировки именно таким образом велись, они все равно велись довольно ограниченными группами, как правило. Почему? Потому что если вы хотите добиться качества, да, вы не должны делать упор на количество, ну и наоборот. Так, да, и поэтому, да, вот эти вот прыжки козликом, там, какие-то отжимания, там, в начале тренировки и так далее, понятно, что это экономит силы лидера клуба. В принципе, он фактически ничего не делает, вы сами бегаете, прыгаете, за это ему деньги платите. В принципе, могли бы делать это самостоятельно и не платить никому никаких денег. Мало того, есть ряд клубов, в которых основная часть тренировки вообще проходит там в район 10-15 минут, а все остальное это вот это вот ОФП. Ну, ужасающе трагическая, собственно, ситуация, трагическое положение вещей. Так, идем дальше. В боксерских перчатках большинство эффективных техник реального боя на улице не работает. Проверено на личном опыте. Совершенно согласен, да. Мы уже, в принципе, так или иначе, касались этого вопроса. Совершенно согласен, особенно в отношении к боевым искусствам, а не к вот этим вот спортивным единоборствам, которые, в принципе, в перчатках работают и так далее. Да, действительно, мы хорошо все понимаем, что традиционные боевые искусства, вот этот вот кулак, который поддерживается чаще всего как раз перчатками какими-то, да, в традиционных боевых искусствах он используется крайне редко, на самом деле. Несмотря на то, что все венчунисты работают кулаком, довольно активно работают, да, но ребят, которые продвигаются действительно по-настоящему хорошо, например, венчун, хорошо понимают, что кулак это, ну, как бы сказать, это оружие новичка, в принципе, да. Новичка хорошо, легко, достаточно научить на уровне кулака, потому что, ну, это повсеместная такая вещь, вот. Ребята продвинутые, конечно, от кулака уже отказываются, работают ладонью, работают дном кулака, работают пальцами, там, ну и так далее, и так далее. И уж, конечно, какие тут перчатки, ну, о чем мы говорим, как говорится. Так, а Шатакан получает компромисс между спортом и боевыми искусствами по методике тренировок? Ну, ребят, смотрите, давайте мы вот так ограничим все-таки этот вопрос немножечко, мы конкретно будем говорить о постсоветском пространстве, да, о Шатакане на постсоветском пространстве. Значит, действительно, существует некоторое количество довольно достойных, уважаемых, авторитетных людей, которые практикуют Шатакан, и эти люди работают по другим принципам. Но мы говорим об массовом распространении Шатакана, и Шатакан, да, действительно, на сегодняшний день это практически спорт. Мало того, мы это хорошо видим уже по разным федерациям, которые на базе Шатакана там были построены, и которые уже называются спортивным каратэ. Вот, кстати, кому интересно, посмотрите, например, как ребята азербайджанцы, на каких колоссальных скоростях они работают. Да, это уже не каратэ, однозначно. Просто на базе каратэ как бы, ну, выстроилась вот эта вот федерация там какая-то, в которой они постоянно занимают какие-то первые места. Да, это уже не каратэ, но скорость колоссальная. Наверное, это имеет какое-то хорошее достаточно применение, по крайней мере, оно явно более широкое, чем самбийское какое-то применение, там, какое-то боксерское может быть применение. Ребята, опять не обижайтесь, те, кто практикует спорт, там, и самбо, или что-то еще подобное. Я еще раз напомню, я не говорю, что какие-то направления очень плохи, не надо ими заниматься, не ходите туда, там, лохи какие-то, вообще я не об этом говорю. Я говорю о том, что всякому овощу свое время, всякому боевому направлению свое место еще. Вот, и когда мы говорим о реальной ситуации, то надо иметь в виду, что она развивается не по спортивным каким-то правилам, вот, и если вы имеете дело с лохом, то, конечно, у вас получится вообще все, да вам и не надо. Да не кем, футболист даже обычный, просто своими тренированными ногами запросто достаточно, наверное, разделывается с любым лошком. Но когда мы говорим о встрече с людьми более серьезными, ну, наверное, большинство вот этих околобоевых направлений вряд ли будут работать на вас. Дальше. У кого какие мнения? Как должны выглядеть тренировки дома? Буквально, методика тренировки дома, из чего должна состоять каждая тренировка, из чего бы должна состоять тренировка в зале у учителя? Ну, вот, предлагаю высказаться на эту тему. Давайте уж не я буду говорить, а вы все-таки постарайтесь сказать что-то, что имеет отношение к ответу на этот вопрос. Так, дальше продолжает у нас Эдуард. Даже защитный шлем с решеткой меняет очень много во всей картине боя. Совершенно согласен. Я совершенно согласен. Ребят, если у вас есть свой взгляд на эти вещи, тоже высказывайтесь, говорите. Ничего страшного, что мы немножко там поспорим, например, и так далее. В конечном итоге понятно, что в каждом споре каждый остается при своем мнении, как правило. Но это возможность довести ваше мнение до какой-то более-менее массовой аудитории. Я думаю, это хорошая возможность и высказаться, и услышать чужое мнение. Поэтому насчет защитного шлема, да, совершенно согласен. Особенно, знаете, когда говорят, например, ну там, АКУДО, например, говорят, вот это анаэробный такой вот, как это сказать, анаэробный тип такой работы, да, это так очень полезно как-то. Потом, когда вот вы без шлема окажетесь в реальной ситуации, вы будете вообще просто королем там, не знаю, своего двора. Нет, ребят, это ошибка. Большая ошибка. Любой доктор нормальный вам скажет, что анаэробные вот эти вот вещи, когда вы не можете продышаться, когда вам тяжело дышать, когда ваши легкие недополучают того, что должны получать, это на самом деле вредно. Еще одно подтверждение того, что спорт калечит. Кстати, на Facebook, на Marshall Arts BG, может быть, видели, если не ошибаюсь, вчера я выложил такую видюлю, которая относилась, к сожалению, к очень жестоко травмированному боксеру, к тому, как он теперь выглядит, к тому, как он совершенно отключен уже от жизни и так далее. Ну, вот очередное подтверждение того, что такое, к сожалению, бокс. И что вот эти вот все превентивные меры по якобы спасению спортивных жизней и спортивного здоровья, что они на самом деле ни к чему не приводят. Они приводят, как правило, к обратному совершенно. Почему мы уже говорили? Мы уже говорили о том, что вот это вот спортивное оборудование, оно не лечит, а калечит, да, как медицина там российская, да, одно лечит, другое калечит. Так, дальше идем. Клак, это только часть венчин. Да, совершенно верно, спасибо, что подтверждаете мои мысли. Так, дальше. Включайте силовую подготовку и динамику движений. Включайте силовую подготовку и динамику движений. Ну, здесь многие с вами не согласятся про спорт and health. Смотрите. Когда говорят о силовой подготовке, говорят о том, что лишает вас чаще всего какой-то подвижности и так далее, мало того, знаете, вот существует такое понятие, как тонус, да, наверное, все знают, что такое тонус и всем хочется как-то этот тонус иметь. Ребят, тонус – это ситуация, которой надо избегать, потому что вот этот вот так называемый тонус мышечный, да, который вы получаете. Кстати, благодаря посещению фитнес-залов каких-то там и так далее, это все ведет к постоянному напряжению, а после к спазмам, к микроспазмам и к разным таким вещам, которые в итоге гробят ваше здоровье. Здравствуй, Верикос, здравствуй там еще. Слушайте, это вообще реально триндец. Поэтому вот чем меньше вот этого тонуса вашего в вас и в ваших мышцах, ребят, тем вы здоровее, тем вы лучше, дольше сохранитесь и как боец вы будете эффективнее. Вот, поэтому вот эта вот силовая, например, какая-то нагрузка, там еще что-то, я уже говорил, это для тех, кто пришел дистрофиком. Ну, у кого только кожа да кости, ну да, им как-то надо так вот, знаете, поддержать себя, как-то подняться немножечко, там, раскачаться чуть-чуть, может быть, и так далее, чтобы хоть что-то мочь. Как китайская пословица вот эта вот, С опирается на Ли, ну да, это вполне естественно. Если у вас нет нормального костного корсета, если у вас нет мышечного корсета, я еще раз говорю нормального, именно с точки зрения нормы, а не с точки зрения того, что вы там раскачаетесь до ужаса, а дальше что с этим делать, непонятно, и вас будут мочить. У меня просто был такой случай замечательный, когда, знаете, вот у меня был приятель, который прошел довольно серьезную спортивную такую карьеру даже, он и качалкой занимался, и водным полом занимался, и вот водной пол, ребят, тяжелая программа, реально. Ребята там впахивают по-сумасшедшему, плавают, плавают, плавают постоянно, казалось бы, должны быть такие выносливые ребята, ничего подобного. Они как футболисты пробежали немного и остановились. И вот этот человек, например, там в одной секции в какой-то, кому-то там нос вынес, кому-то там, не знаю, ногу вынес, там и так далее, пришел к нам в клуб, это было в 90-е годы. И, ребят, отдельное удовольствие было с ним работать. Это человек, который держался две минутки, три, максимум пять, я помню, все. После вот этих двух-трех минуток он останавливал спарринг, он не мог дальше, ну реально, ну вот при такой огромной мышечной массе, затраты энергетические такие, что он даже продышаться не может, не хватает даже кислорода, не говоря уже о других каких-то ресурсах. Вот, поэтому его били, знаете, как у Гребенщикова, меня били, колотили водороги во кустах, проломили мою голову в 17 местах. Ну вот это вот примерно то же самое было. Так, дальше идем. Так, так, так. Не, не, я не за основу силовой на тренировке, я за общее развитие, подготовку в начальном этапе. Разве не так? Все, согласен абсолютно, простите, что понял вас неправильно. Совершенно согласен. Дальше. Всем советую канал Андрея Попова о силовой подготовке боксера по методике профессора Сиана Каратата. Мои 55 лет прогрессирую. Замечательно. Ну вот, пожалуйста, вам совет, кто хочет, воспользуйтесь. Идем дальше. Так, кусать нельзя было в первых турнирах UFC и в пак бить. Это миф какой-то. Турниры лежат на Ютьюбе. Наверное. Не знаю, как прокомментировать. Хотите прокомментировать это сами. Так, сейчас скажу страшное. Помимо тренировок в бои стал добавлять несколько раз в неделю базовые упражнения по йоге. Позвоночнику стало легче от силовых, отказался еще давно. Наверное, уже давно. Ну, да, собственно, знаете, вот кто знает Валерия Гусева, да, насколько я знаю, по-моему, он тоже там практикует йогу еще параллельно. Ну, вообще-то, многие люди, достигающие определенных лет, не хочу сказать преклонных, потому что сам к таким отношусь уже людям, но кто перешагивает вот этот барьер вот этого, как это, зрелого возраста, да, многие обращаются к йоге, наверное, это правильно, а что нет. Это, в принципе, довольно пассивный, довольно мягкий способ поддерживать, по крайней мере, хотя бы свое тело в какой-то кондиции, а не становиться как бревно какое-то застывшее, как камень, который шевелится сам не способен, если его не пошевелят. Так, идем дальше. Методика силового хороша для развития выносливости. Отлично. Так, так это же перфект, но для поддержания формы надо держать базу силовых упражнений. Слушайте, вы знаете, вот мое мнение, что все, что вам нужно для жизни, для боя и здоровья, вообще-то должно содержаться в ваших тренировках. Не в том смысле, что вы дополнительно чем-то занимаетесь, нет, я уже говорил о том, что вы можете растяжками заниматься дополнительно и так далее, это очень хорошо, или вот йогой, как здесь предложено, или какими-то восстановительными, оздоровительными техниками, такими как Бадуандин, например, или там комплекс Тайди просто исполнить, даже по-луховски, ничего страшного в этом нет. Но вообще-то, мне кажется, если вы достаточно гармонично продвигаетесь своих боевых искусств к своем направлении боевых искусств, то это уже означает, что вы получаете весь заряд нужного вам здоровья, не силового какого-то, а правильного здоровья, и у вас правильно уже формируется и сухожилие, и кости, и мышцы, и дыхание ваше формируется и так далее. То есть это не то, что надо догонять, как мне кажется, чем-то еще, каким-то дополнением. В противном случае, наверное, вы, например, не работаете мышцами на тренировке, если вам нужно еще что-то вам домышцевать, например. Или, скорее всего, как чаще всего бывает у россиян, вы слишком много работаете мышцами и сильно обеспокоены тем, что ваши мышцы слишком слабые, начинаете догонять еще железом, и кончается это всегда одинаково. Вы бросаете боевые какие-то вещи, и продолжаете просто железом этим заниматься и так далее. Но это ваше дело, как говорится. Просто мы говорим о боевых каких-то практиках, но к боевым это отношение не имеет.